Ужанков Александр Николаевич, доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе Литературного института имени Горького. Один из ведущих в стране медиевистов. Разработал теорию стариального развития русской литературы 19-го, 1-3-18-го века и теорию литературных формаций. Создал новую историческую поэтику древнерусской словесности. Читает курсы лекций по истории русской литературы 19-18-го веков студентам пяти московских вузов. И сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом таинственном, самом мистическом писателе 19-го века Михаиле Юрьевиче Лермонтове. И сегодняшнюю лекцию я назвал «Неузнанный пророк». И начну я ее с одного стихотворения. Хочу обратить ваше внимание, что это стихотворение написано 15-летним юношей. Стихотворение называется «Предсказание». Настанет год России черный год, Когда царей корона упадет, Забудет черкнем прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен Не свергнут и не защитит закон, Когда чума от смрадных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный край терзать, И зарево окрасит волны рек, В тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь и поймешь, Зачем в руке его булатный нож и горе для тебя. Твой плач, твой стон, Тогда ему покажется смешон, И будет все ужасно, мрачно в нем, Как плач его с возвышенным челом. О чем это стихотворение? Я поражаюсь и преклоняюсь Перед советскими литературоведами, Которые помещали все время это стихотворение В собрание сочинений Лермонтова. Всегда комментируя его, Что оно написано под впечатлением Холерных бунтов 1830 года, Когда погиб дядя бабушки Лермонтова Столыпин. Но скажите, пожалуйста, Где здесь говорится о холерных бунтах? Здесь совершенно четко указывается, Настанет год России, Черный год, Когда царей корона упадет. То есть совершенно очевидно, Что Лермонтов говорит о начале уже 20 века. То есть о тех событиях, Которые будут происходить спустя 90 лет, После того, как было написано это стихотворение. Значит, это проникновение в будущее. Смотрите, это не только революция, Когда царей корона упадет, Но и когда низвергнутый закон, То есть когда не будет власти, Уже не сможет защитить ни детей, ни женщин. Когда смерть будет платком из хижин вызывать. Почему? Потому что хижина – это дом, В котором человек может спрятаться. Но если начинается гражданская война, Разве может кто-то спрятаться от нее? И когда зарево окрасит реки, Потому что будут пожары. Смотрите, какое удивительное проникновение в будущее 15-летнего юноши. Значит, это что, у него такой дар Удивительное предвидение? И, наконец, последние строчки. О этом таинственном человеке с булатным ножом. Обратите внимание, что он подчеркивает Высокий лоб, высокое чело. И будет все ужасно мрачно в нем, Как плащ его с возвышенным челом. Это кто в революции? Октябрьская революция 1917 года С возвышенным челом. То есть, даже он предусматривал И этого главного разбойника, получается. То есть, он его видел? То есть, он прозревал будущее? Вот кто этот был, Михаил Юрьевич Лермонтов? Откуда у него такой дар? Чтобы ответить на этот вопрос, Я начну издалека. Еще в конце XIII века На границе между Англией и Шотландией Близь монастырского города Мельроза В замке Эль-Сердон Проживал довольно-таки известный В то время такой полумифический, Полулегендарный Шотландский рыцарь Томас Лермонт. Знали его как ведуна, колдуна, прозорливца. На высоком холме Эль-Сердон Под кроной могучего дерева Собирал он людей, Которые любили приходить туда, Чтобы послушать. Как он вещает, как он предсказывает, Как он читает стихи. У него было еще одно прозвище Томас Рифмач. Кстати, Вальтер Скотт Написал даже такую поэму о нем. И этот Томас Лермонт, между прочим, Предсказал и шотландскому королю Альфреду Третьему Неожиданную и случайную смерть. То есть он был прозорливец. То есть он предвидел тоже будущее. И интересная его судьба. Как завершается все это? Говорят, точных известий об этом нету, Естественно, что за ним пришли Два белых оленя из царства фей. А говорят, что он дружил с старцем феев И получал некие-то пророчества Или дар пророчества. Они забрали его, и больше Он уже не вернулся. Больше его никто не видел. А вот спустя уже 4 столетия В начале 17 века В 1613 году Русские войска захватили Белую крепость. Крепость Белую. И там попал в плен к русским Тоже шотландец. Тоже с такой же фамилией. Георг Лермонт. Он вскоре перешел Из кальвинской веры в православную. Попросился на службу К Михаилу Федоровичу, русскому царю. Который принял его на службу. Даже наградил его 8 деревнями. И он стал служить. Уже его внуки Были стольниками на русской службе. И вот то ли в седьмом колене Как говорит Лермонтовская энциклопедия То ли в восьмом, как говорит Владимир Соловьев Известный религиозный писатель И поэт конца 19 века. И родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Так что же это был за человек Лермонтов? Поражает, конечно, Всегда и масштаб его дарования. Никто не занимался, что он был гением. И то, что его звезда Хотя и ярко взошла И прончалась по небосклону Русской поэзии И оставила, в общем-то, заметный след Но, тем не менее, до конца Не просияла. Ведь мы совершенно забываем Что он мог быть На Пушкинской площади Когда открывали памятник Или Достоевский, или Толстой. Ведь он был чуть-чуть старше их. И как бы развивалась тогда Русская литература, если бы остался жив Лермонтов? Правда, мы знаем, что истории не знают Сослагательного наклонения. Поэтому давайте разбираться в том, что осталось. И давайте немножко посмотрим И на человека, и на его поэзию. Между прочим, о Лермонтове очень много Мы не знаем. Почему? Потому что не сохранились письма Совсем немножко Почти нет воспоминаний о нем Дневниковых записей Как у Достоевского, Толстого Ему можем представить эти фигуры А Лермонтовой почти ничего нет Значит, осталась его поэзия Его творчество И проза, естественно То есть, можем ли мы восстановить Его образ через поэзию? Можем, но частично. Почему? Потому что, смотрите Если сравнивать Лермонтова с Пушкиным А Пушкин для него был кумиром И очень любил Пушкина То мы увидим, сколь противоположны Эти два человека Потому что они по-разному и живут И по-разному отражают свою жизнь в поэзии Цецарь, живи один, говорит Пушкин Почему? Потому что у него очень много друзей И он всегда среди друзей И как преступник перед казнью Ищу кругом души родной А это Лермонтов Видите, он ищет в поэзии Родственную какую-нибудь душу Почему? Потому что друзей его нет Почему? О нем очень мало воспоминаний Говорят, что у него был очень тяжелый взгляд Никто не мог выдержать этого взгляда Я обратил внимание, что даже в тех небольших мемуарах Которые сохранились о Лермонтове Мы не найдем точного описания его глаз Какого-нибудь цвета Кто-то говорит темные Не акцентируя внимание на цвете Кто-то говорит, что они были карие Кто-то просто говорит, что это был очень тяжелый взгляд Некоторые не выдерживали Даже входили в соседнюю комнату А если он пристально на кого-то смотрел Тот непременно поворачивался И как-то вздрагивал от этого взгляда Значит, он проникал даже в душу человека То есть он видел все насквозь Да, можно сказать и так С другой стороны, многие отмечают, что Лермонтов Очень не любил читать свои стихи Во многом они как бы писали для себя самого Это какой-то всплеск его мыслей Всплеск его эмоций, его размышления Но это поражает поэзия глубиной своей мысли Вы знаете, по стихам Лермонтова Трудно установить его возраст Вот я приведу в пример одно из его стихотворений Как вы уже догадываетесь, раннее стихотворение Но пока возраст я не расскажу Какие темы, какие проблемы затрагивает Лермонтов в этом стихотворении Не обвиняй меня всесильный И не карай меня, молю За то, что мрак земли могильный С ее страстями я люблю Это обращение к Богу Вообще в поэзии Лермонтова довольно-таки мало стихотворений В которых бы он обращался к Богу Есть много стихотворений, называется молитва Есть много стихотворений, которые обращаются к Богородице А вот к Творцу, причем говорит на равных Это крайне редко бывает в русской поэзии Почему? Потому что нужно учитывать Что все поэты 19 века Они находятся в контексте православной культуры Естественно, что они отражают и мировоззрение православное И естественно, зная эту культуру Вольно или невольно отражают ее в своих стихах Значит, и у Лермонтова это есть Другое дело, что здесь есть и персональное отношение К той проблеме, которую он затрагивает В данном случае религиозная проблема Даже можно сказать богословская Отношение человека и Бога Отношение человека и Творца Ведь, опять же таки, напомню, что Лермонтов Знает стихи Пушкина Знает его пророка Восстань, пророк, и виж и в небле Исполнись волею моей И обходя моря и земли Глаголом жги сердца людей То есть, если талантом Бога То нужно своим талантом служить Богу А здесь 15-летний у юношей Он просит, чтобы Творец Не обвинял его в тех человеческих качествах Которые проявляются повсеместно За то, что редко в душу входит живых речей твоих струя То есть, смотрите, он не воспринимает божественные словеса Как воспринял это Пушкин За то, что в заблуждение бродит Мой ум далек от тебя Значит, он далек от Творца Он понимает, что он есть Он отдает себе этот отчет Но и понимает тоже, что он слишком далек пока от Творца За то, что лава вдохновения Клокочет на груди моей За то, что дикие волнения Мрачат стекло моих очей То есть, страсти застилают глаза Пушкин преодолел многие из них И поэтому наполнился удивительным духовным содержанием И отразил это наполнение в своем творчестве Лермонтов не успел этого сделать Он как будто бы все время на развилке двух дорог Куда пойти? Пойти налево или пойти направо? И вот все время у него есть этот выбор Удивительный выбор Ну, угаси сей чудный пламень Сесожигающий костер Приобрети мне сердце в камень Остави голодный взор От страшной жажды пестопения Пускай и Творец освобожусь Тогда на тесный путь спасения К тебе я снова обращусь Тоже удивительное Если в том стихотворении Пушкина «Пророк» Пушкин показывает, как происходит преображение личности Когда и человека, когда из груди вынимается сердце И огненный уголь верстывается в грудь Чтобы он глаголом сжег сердца людей То здесь, смотрите, процесс, по сути дела, обратный То есть пламенное сердце вынуть с тем, чтобы в холодное рассудительное вставить туда Понимаете, вот, когда сравнивают Пушкина с Лермонтовом Мы видим, сколь они различны Пушкин более материален Лермонтов более мистический Смотрите, я приведу несколько стихотворений Или примеров из стихотворений Чтобы показать, как по-разному Оба поэта будто бы воспроизводят одно и то же Например, Пушкин Последняя туча рассеянной бури Одна ты несешься по чистой лазури Мы можем это представить? Очень легко Можно нарисовать эту картину? Очень легко Потому что она очень материальна Это Пушкин Теперь Лермонтов В то утро был небесный исход Так чист, что ангела полет Прилежный взор следить бы мог Вот так мы каждый день выходим И смотрим, как летают ангелы Можно написать эту картину? Конечно же нет Знаете, значит, он использует для Хотя картина вроде бы зримая Но он использует совершенно Как бы другие элементы Мировоззренческие Чтобы вот создать эту картину Поэтическую, естественно, картину И мы видим, сколь различны эти два поэта Жили, по сути дела, в одно и то же время Принадлежат одной и той же культуре Когда мы знакомимся с поэзией Лермонтова Уже даже с ранней ее поэзией То удивляет Его Некоторое признание о себе Ну, например 15 лет он пишет Я счет своих лет потерял Что, не может считать до 15? Это, конечно, смешно Значит, он здесь подразумевает Нечто другое Не эти 15 лет он прожил Здесь на земле А он подразумевает Что время имеет большую протяженность И поэтому и признается в других стихотворениях И много было взору моему доступно и понятно Потому что узами земными я не связан И знанием и вечностью наказан Знаете, наказан знанием и вечностью Знанием прошлого Кто из нас помнит, что с нами было до рождения? Парадоксальный вопрос Но такое ощущение, что Лермонтов знал У него даже есть одно стихотворение По небу полуночи ангел летел Стихотворение это называется Ангел По небу полуночи ангел летел И тихую песню он пел И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песни святой Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов О Боге великом он пел и хвала Его непритворно была Он душу молодую в объятиях нес Для мира печали и слез И звук его песни в душе молодой Остался без слов, но живой И долго на свете томилась она Желанием чудным полна И звука в небес заменить не могли И скучные песни земли Знаете, получается так, что душа Запомнила ту песню, которую пел ее ангел То есть она помнит то, что было до рождения Интересное признание Лермонтова Он ведь почти не помнил свою мать Ему не было еще трех лет, когда она скончалась Но Лермонтов говорит Я помню песню, которую пела моя мать И говорит, я не помню слов Я не помню мелодию Но если бы услышал эту песню Я бы то сейчас бы ее узнал То есть это, смотрите, другое совершенно восприятие То есть есть какая-то такая глубинная память Историческая память Не только того, что было в земной жизни Но того, что было и прежде Далее, если вот говорить о его пророчествах Его земной жизни Хотел бы обратить внимание на его предсказания Собственной гибели На месте казни гордой, хоть презренной Я кончу жизнь мою Это в 16 лет В 17 лет Я предузнал мой зребий, мой конец Кровавая меня могила ждет Могила без молитв и без креста На диком берегу ревущих вод Я хочу, чтобы вы запомнили эти слова Потому что мы к ним еще в конце лекции вернемся Когда мы будем говорить о дуэли Лермонтова И его гибели Ну и, наконец, в стихотворении «Сон», которое было написано Между маем и июлем 1841 года А погиб он 17 июля Лермонтов напишет В стихотворении «Сон» «Глубоко еще дымилась рана, пока пля кровь сочилась моя» Князь Васильчиков, секундант Лермонтова Спустя 30 лет Своих воспоминаниям заметит В правом боку дымилась рана В левом сочилась кровь Пуля пробила сердце и легкие Смотрите, князь Васильчиков Использует те же самые глаголы Дымилось и сочилось Что и в стихотворении Лермонтова Хотя этого стихотворения он не знал Удивительное совпадение Конечно же Так кто же был такой Лермонтов Вы знаете Характеристики самые разные У него не было друзей Но, скажем, Наталья Николаевна Вдова Александра Сергеевича Пушкина Когда незадолго до гибели Лермонтова Познакомилась с ним Заметила, что это самый удивительный Самый тонко чувствующий Самый умный человек С которым она познакомилась Уже после смерти Александра Сергеевича Наталья Николаевна Знала хорошо людей Но другие говорили Что он невыносим совершенно И кажется, что в этих записках И характеристиках Которые дошли до нас Мы видим два совершенно разных человека Что кто-то с большим уважением К нему относится А кто-то его ненавидит Почему так получается? Когда-то Владимир Соловьев О котором я уже упомянул Написал большую статью Пытаясь разобрать феномен Лермонтова Лермонтов – поэт сверхчеловечества Кто он? Как отнестись и к поэзии Лермонтова И его богоискательству А сверхчеловечество – это и есть богоискательство И, естественно, к его помедению Соловьев вообще очень, как бы сказать, Жестко характеризует Лермонтова Показывает самые разные страсти Он даже выводит идею Что Лермонтова одолевали три демона И кровожадности, и сладострасти, и гордыни Вот самый главный демон – это демон гордыни Который не позволял Лермонтову смириться И, может быть, поэтому не позволил Лермонтову Стать тем, кем стал Пушкин, Достоевский, Толстой Во-первых, прожить более долгую жизнь А, с другой стороны, максимально развить свой талант Действительно, если мы посмотрим На воспоминания некоторых людей Близко знавших Лермонтова То поражает Лермонтов своими поступками Но, скажем, он увлекся как-то Екатериной Александровной Хвостовой Преследовала везде На всех балах, во всех домах Он старался влюбить ее в себя Он говорил, если она полюбит его То он поверит, что есть Бог Прессинг был настолько велик Что, наконец-то, Екатерина Александровна сдалась Она тоже влюбилась в Михаила Юрьевича А теперь из записок Екатерины Александровны Он поработил меня совершенно Мне стало страшно за себя Я как будто чувствовала бездну под своими ногами Он уговаривал меня на побег и тайный брак И она согласилась Представьте себе И вот тогда, когда он уже почувствовал Что Екатерина готова на все Он пишет анонимное письмо Ей Ну, а третье у лица И пишет о себе Точнее, о Лермонтове Поверьте, он не достоин вас Для него нет ничего святого Он никого не любит Я ничего не имею против него Кроме презрения Которого он вполне заслуживает Письмо, естественно, было перехвачено Домашнее Естественно, разразился скандал И Екатерина Александровна подсозапишет Удивительно, как в ту ночь Выплакало все свое сердце И осталось в своем уме Он убил во мне душу А потом, спустя какое-то время Когда Екатерина Хвостова Видела Лермонтова на балу Он сделал вид, что ее не замечает Получив момент, она подошла к нему Спросить Ради Бога, скажите За что вы сердитесь? Я вас больше не люблю Ответил Лермонтов Да, кажется, никогда не любил Что, подлец? Негодяй? Не судите так быстро И так скоро Хотя Лермонтов в дневнике запишет Теперь я не пишу романов Я их переживаю А в другой раз Он свое жертве заметит Я на деле заготовляю материал Для моих сочинений Так что это такое? Он действительно ставит Эксперименты на людях? Ну, понимаете Если человек чеславен Он старается быть не таким, как все Он старается выделиться Одеждой Разговором, речью Поступками Лермонтову это не нужно было Такое ощущение Что он стремился Чтобы о нем говорили Он такой, как все И в этом стремлении Быть таким, как все Есть Лермонтов Вы спросите, почему? Соловьев Анализируя творчество Лермонтова Пришел к выводу Что Лермонтов многое Очень взял От западноевропейской Философии Религиозной мысли И поэзии Во всяком случае По мнению Соловьева Отношение К человеческой жизни К человеческой душе У него было Взято Из божественной комедии Данте Там рассказывается Что Произошла Война На небесах Архангел Михаил С белым воинством Победил дракона Который был Низвергнут в бездну Превратился В сатану И вместе С черными ангелами Они пропали В бездне Но вот Души человеческие Это Есть Суть Те ангелы Которые на небесах Не сделали Окончательного выбора То есть Они не выбрали Между белыми И черными ангелами И поэтому Господь их посылает На землю Кто близ небес Тот не сражен Земным Довольно-таки часто Эта мысль Заметна в творчестве Лермонтова Кто близ небес Тот не сражен Земным Значит И его Жизнь Это есть тоже Испытание То есть Он должен На земле Выбрать Свой путь С кем он С белыми ангелами Или с черными Этот выбор Окончательный Так может быть Если он Полагает Что Вечная Человеческая Душа Здесь происходит Испытание Может быть Именно поэтому Он не очень-то И стремится Остаться на земле В одном Из своих Стихотворений Он обращается К тому же Творцу Устрой лишь так Что тебя отныне Недолго Я еще Благодарил Это святотатство Что он просит Чтобы Творец Сокрытил Его собственную жизнь Почему? Да потому что Ему тяжело Оказывается Здесь жить Что он хочет Поскорее уйти Из этого мира Спастись От думы Неизбежной И незабвенное Забыть Говорит он В одном стихотворении Незабвенное Забыть О, как я мог Забыть То, что Незабвенно Говорит он В другом Стихотворении Я счет Своих лет Потерял И крылья Забвения Ловлю Как я сердце У неизбы им дал Как бы Вечность Им бросил Мою Знаете Бросит свою Вечность Вот это вот Потрясающе Значит у него Нет ощущения Временности Бытия Но есть Ощущение Вечности Которую он Себя носит Вот немного Поговорив О том Как Лермонтов Заглядывает В будущее В том числе И Предсказывает Свою гибель Видите Он Не думает Что он По старости Лет умрет Он Причувствует Свою гибель Я хотел бы Обратить внимание Что Точно так же Как можно Прозревать Будущее Можно и Рассматривать И прошлое И у Лермонтова Был тоже Этот дар Почему Потому что И знанием И вечностью Наказан То есть Он знает То Что было Было давно И в качестве Примера Я хочу с вами Разобрать Известную вам Песню Прокупца Калашникова Мы Называем ее Сокращенно Песня Прокупца Калашникова На самом деле У Лермонтова Имеет Более длинное Звание И более Правильное Почему Потому что Лермонтов Проникает В 16 век И удивительно Проникает Должен заметить Как вот Прежде всего Медиевист Изучающего Культуру Древней Руси Хочу обратить Ваше внимание Что в этой песне Я не нашел Ни одной Исторической Ошибки В любом Сочинении Можно найти Почему Потому что Художественная Фантазия Автора Может позволить Воспроизведя Историческую Правду Что-то добавить От себя Лермонтов Этим Не пользуется Почему Такое Такое Удивительное Ощущение Что он Сам Везде Там Присутствовал Что он Все это Наблюдал И все Это Сам Описал Потому что Он Прекрасно Знает До мельчайших Подробностей Быть 16 века Сразу же Замечу Что Лермонтов Не знал Домостроя Он будет Опубликован Несколько Позднее Да и В общем-то Лермонтову Воевавшему На Кавказе Было Но как он Точно Уловил Суть Этого Важнейшего Произведения 16 века Особенно Что касается Семьи Семьи Как малой Церкви Итак Песня Про царя Ивана Васильевича Молодого Опричника Идолого Купца Калашникова Смотрите Вот это И есть Иерархия Которая Четко Совершенно Прослеживается Уже В самом Названии Песня Про кого Ну прежде всего Про царя Потом По кого Молодого Причника Потому что Это слуга Царя А потом Уже Удалого Купца Калашникова А мы же Ее называем Песня Про купца Калашникова То есть Немножко Переставили Местами Хотя Тем самым Акцентируя Естественно На том Подвиге Который Совершает Степан Парамонович Калашников В какой-то Степень Это Песня Разговорный Склад Который Был В Древней Руси Ой Ты Гой Еси Царь Иван Васильевич Про тебя Нашу Песню Сложили Мы Про того Любимого Опричника Да Посмелого Купца Про Калашникова Значит Прежде всего Обращение К царю Потому что Речь о нем Мы Сложили ее На старинный Лад И певали Мы ее Под гуслиный Звон И причитывали Да Присказывали Православный Народ Ей утешился Тоже Немаловажное Замечение Значит Писано Для На православных Почему Потому что Есть определенный Код восприятия Вот того Поведения И той Обстановки Которой Будет Говорит Лермонтов И чтобы Тешились Именно Православные Люди И вот На следующий День На Москве Реке Кулачный Бой Одиночный И выходит Киребеевич Трижды Он бросает Клич Но никто Не хочет Выйти против него Потому что Знает его Как великолепного Бойца А Иван Грозный Обещал Наградить Победителя Ну а Тот Кто будет Побежден Тому Бог простит Это очень важно Эти слова Ивана Грозного О награде Победителю И вот Сошлись Два бойца Удал их Киребеевич И Степан Парамонович Поскольку Степан Парамонович Защитник Он не может Первым Нанести Удар Киребеевич Бьет Первым Размахнулся Тогда Киребеевич И ударил Впервые Купца Калашника И ударил Его Посередь В груди На груди Его широкий Висел Медный Крест Со святыми Мощами Из Киева И прогнулся Крест И сдавился В грудь Как роса Из-под него Кров Закапала Случайно ли Что удар Приходится На крест Конечно же Нет Как венец Церкви Христос Так венец Малой Церкви Муж Вот он Ударяет По Христу Но опять же Таким Мощи Святые Сохраняет От Этого Смертоносного Удара Степана Парамоновича И тогда Уже Степан Парамонович Изловчился Ударил В левый Висок И упал Киребеевич Как подрубленный В левый Висок Справа Говорят Ангел Храдитель А слева Бесискуситель И вот смотрите Реакция Ивана Грозного Отвечай мне По правде По совести Вольной волею Или нехотя Ты убил Насмерть Мого верного Слугу Моего лучшего Бойца Киребеевича Я скажу тебе Православный Царь Я убил Ее вольной волею А за что Про что не скажу тебе Почему Потому что Чтобы сказать Это нужно Опозорить публично Свою жену Алену Дмитриевну Поэтому он тайну Унесет с собой В могилу И тогда Иван Грозный И приказывает Казнить Степана Парамоновича Вы спросите А как же так Ведь Иван Грозный Обещал Его наградить А это и есть Награда Царская Потому что Никто так не может Наградить Человека Как царь В его праве Казнить Или миловать Ведь смотрите Степан Парамонович Убил человека Нарушил заповедь Это один из смертных грехов Убийства Значит Как искупить Этот грех Только Мученической смертью То есть Он будет казнен Обратили вы внимание Или нет Что Очень многие герои Лермонтова Заканчивают Мученической смертью Свою жизнь Или умирают Белла Зыриан Печорин Неверновался В Россию Из-за своего путешествия В Улич И многие другие Получается так Что Для Лермонтова Вот эта вот Смерть Неожиданная Мученическая Очень важна В том числе И в богословском Религиозном плане Почему Потому что Этой мученической смертью Искупаются Человеческие грехи А теперь Я хочу Перенестись Уже к дуэли Лермонтова Еще 12 апреля 1841 года На прощальном Вечере У Карамзиных Лермонтов Был очень грустен И Говорил Что он В скором Времени Умрет Никто Конечно Не обратил Внимания На эти слова Лермонтова Но Уже Совсем Вот незадолго Как я вам говорил До дуэли Лермонтова С Мартыновым Он написал Стихотворение Сон В котором Описал Себя Лежащего В долине Дагестана Смертенно Раненым И вот Я хотел бы Обратить Ваше Внимание На протекание Самой Дуэли Поводом Для нее Была Какая-то Шутка Пущенная Лермонтовым В сторону Мартынова Он давно Просил Лермонтова Чтобы тот Не шутил Особенно Передамах Но Лермонтов Не удержался И Мартынов Выходя Из Дома Придержал За рукав Лермонтова Сказал Вы знаете Лермонтов Что я очень часто Терпел Ваши шутки Но не люблю Чтобы их Повторяли При дамах На что Лермонтов Спокойным Голосом Ответил А если Не любите То потребуйте У меня Удовлетворения Кто Из них Вызвал Кого На дуэль Мартынов Лермонтова Или Лермонтов Мартынова Непонятно Совершенно Почему Потому что Даже Секунданты Лермонтова В общем Разбирались Три дня В этом Столкновении Бывших Ну если не друзей То хорошо Знакомых Людей Потому что Мартынов Учился На курс Ниже Чем Лермонтов Они были Очень хорошо Знакомы Лермонтов Бывал В московском Доме И вот Теперь Такой Разлад Причем Самое Главное Никто Из секундантов Не знал Кто Должен Действительно Сделать Первым Шаг Примирению В принципе Это тот Кто Вызывает На дуэль А вот Кто Вызвал На дуэль И вот Как Рассказывает Днязь Васильчиков Где-то В шестом Или седьмом Часу вечера Они Направились Под ножи Машука Там Где обычно Проходили Дуэли Они выбрали Небольшую Тропинку Которую Вела в горы Чтобы было Поменьше людей Читали Барьер Десять шагов И еще По десять шагов В разные стороны То есть всего Тридцать шагов Развели Секундантов Днязь Васильчиков Обратил внимание Что Черная туча Медленно Поднималась На горизонте И Окутывала Все Небесное Пространство Когда Развели Дуэлянтов Лермонтов Остался Стоять на том месте Где его поставили Он только Прикрыл Висок Пистолетом Мартынов Быстро Подошел К барьеру Долго Целился Так что Один из секундантов Даже восклик Ну стреляйте же Наконец Или я вас разведу Раздался Выстрел В это время Разразилась Страшнейшая Гроза И полил Дождь Бросились К Лермонтову Он уже был Бездыханным Удивительная смерть Под раскаты Оглушительная Грома Помните Предка Лермонтова Фому Лермонта Рифмача Говорят По средневековым Представлениям Душа Колдуна Не покидает Землю Она Переселяется Из поколения В поколение По мужской Линии Я счет Своих лет Потерял Говорит Лермонтов Но Лермонтов Был последним В этом роду И вот опять же Таким По средневековым Представлениям Если Некому Передать Свои Способности И свое Знание И знаниями Вечностью Наказан То этот человек Непременно Закончит Жизнь свою Трагически Я знаю Что голова Любимая Тобою С твоей груди На плаху Перейдет Это слова Лермонтова То есть он знал Что Трагически Закончится Его участь Что можно сказать О Лермонтове В этих Заключительных Словах Смотрите Мученическая смерть Как у Степана Парамоновича Значит Он Этой Мученической Смертью Искупил Те грехи Которые Накопились За его жизнь Почему он Так часто Возвращался К этой Смерти Почему он Ее описывал Он ее Предчувствовал Он ее знал И может быть Даже Надеялся Что Такой Уход Освободит Его От многих Грехов Вот на этом Я хотел бы Сегодня Завершить Свой рассказ Папаян Геворг Московский Государственный Университет Имени Ломоносова Скажите пожалуйста Александр Николаевич Можно ли найти В произведениях Лермонтова Правдивые Предсказания Обращенные К нынешнему Времени К его народу Государственности Или может быть Даже религии Спасибо Вот непосредственно Вот непосредственно К нашему Времени Пожалуй Что Нельзя Но К будущему России И народу Да Несомненно Его поэзия Его поэзия Да В общем-то И проза Была Нацелена На одно Чтобы Россия Была Очень Цельной Страной Очень Сильной Страной И Для Лермонтова Очень была Важна Русская Культура Потому что По сути дела И его жизнь И его творчество Показывает В истории Можно найти Две опорные точки Это прошлое И настоящее И вот Опираясь на них Можно провести Вектор в будущее Вот Лермонтов Рассматривал прошлое Он говорил Что В самобытности Руси Ее сила Ее спасение В том числе И в православии Он к этому шел Поэтому Для Лермонтова Вот русская Культура Это прежде всего Православная культура И Россия Это как Самодержавная страна Естественно В основе своей Православная Екатерина Как мне кажется Творчество Лермонтова Было не до конца Понято современненьким Как вы считаете Если бы он Жил на несколько десятилетий Позже Сложилась бы Его жизнь По другому Спасибо Вы абсолютно Правильно заметили В общем Творчество Не только его Самовременниками Было Недостаточно Оценено Но его В общем-то И потомками Потому что С одной стороны Вроде бы Мы знаем Очень много О Лермонтове Но вот Сегодняшняя лекция Я хотел как раз И пробудить Интерес к Лермонтову Но что О нем Стали постепенно Забывать И здесь Вот как Вот как Вот как Вот как И Лермонтов Не мог Не мог знать О таких мелочах Как например Сладкое Заморское Вино Или там Допустим Неназывание Имен Неужели Вот если мы Сейчас Например Знаем Неужели Он тогда В свое время Не мог знать О давно В ушедших Столетиях Такие мелочи Понимаете Дело в том Что эти исследования Уже проводились В советское время То есть В 20 веке Скажем Тот же домострой Хотя и был Опубликован Там в середине 19 века Но Лермонтов Его еще не знал Что касается Вот заморское вино Или Вот эти вот Нюансы С именем Да Это не просто Традиции Православной культуры Это Вот если бы Он писал Об этом в 17 веке Это было все нормально Он бы уже В 17 веке Об этом знали И Воспринялось бы Совершенно нормально Для 16 века Это детали Которые вот Можно знать Только в 16 веке Пребывая Занимаясь Специально В 16 веке Лермонтов Не был историком У Карамзина Этого нет Понимаете То есть Тогда еще Исторические исследования Были Ну В таком Ну Я бы не сказал Что в зачатенном состоянии Но Самый важный Труд По истории Это история Государства российского Карамзина Спасибо большое Спасибо 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 за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok